Ребята, всем привет! В сегодняшнем нашем обзоре у нас, ну, можно сказать, новинка, либо же обновленная версия смартфона от компании HOMETOM, а конкретно HOMETOM HT7 PRO. То есть, он у вас прибыл в такой коробочке, в принципе, как и седьмая версия, то есть, меняется по факту только в коробке только задняя наклейка, а сама коробка остается такой, как она есть. Итак, такой вот кулечки он, отложим пока наш смартфон, посмотрим комплектующие. Ух ты, спасибо! Небольшой презент от компании HOMETOM, это защитная пленочка, к сожалению, не стекло, а просто пленочка, но лишним не будет. Итак, кабель USB, microUSB, в принципе, стандартных размеров, не увеличенный, нет, нормальный. Так, и сетевое зарядное устройство, что-то оно, на удивление, легкое, и подозреваю, что больше ампера оно у нас не выдаст. И вы знаете, да, 5 вольт, 1 ампер, но, слава богу, с нормальной вилкой европейской с этим проблем нет. И выпала инструкция. Зарядка 1 ампер у нас выдает, то есть, в этом ее плюс точно есть. 2 ампера она уже не вытягивает. Сам смартфон, в отличие от своего предшественника HT7, без приставки PRO, получил у нас дополнительный объем оперативной памяти. У него немножко изменена текстура задней крышки. По утверждениям улучшена задняя камера качества съемки. И он получил еще у нас светодиод индикации. Ну и, соответственно, память я уже говорил. Итак, по бокам у нас на левой грани расположились кнопки качелька громкости. Знаете, немножко болтается она, чувствуется. Но сама задняя крышка, она тоже, видите, немножко изменила по структуру. Но она сидит довольно плотно. В нижней части у нас отверстие для микрофона, microUSB и 2 псевдодинамика. Потому что динамика по факту 1, но отверстие 2. В верхней части 3.5 джек под гарнитуру. То есть, вот так он расположен в руке. Сенсорные кнопки у нас, скорее всего, без подсветки, как и в HT7. Что ж, давайте я сниму заднюю крышку, потому что батарея у нас точно так же потерпела изменения. Экран у нашего смартфона 5.5 дюйма с разрешением 1280х720. Процессор MT6735 четырехъядерный. Максимальная у него частота 1 ГГц. Камера, как я и сказал, у нас 13 мегапикселей, передняя 5 мегапикселей. Так, и вот наша аккумуляторная батарея. 3000 мАч. Home Tom, кстати, любит указывать 3000, а по факту здесь может быть и меньше. Поэтому я протестирую и скажу вам это далее. 3D стерео саунд. Не знаю, ребята, надо тестировать, но мне кажется, просто динамик вот здесь вот расположен и ничего более. Две сим-карты и одна микро-SD карта. И размеры наших карточек микро. То есть придется немножко обрезать. Работает он в 3G и 4G сетях. Также у нас Wi-Fi, GPS. Ну это все у нас стандартно. Памяти 16 ГБ и пользователю доступно в районе 10. Оперативный, как я и говорил, 2 ГБ. Пока устанавливается обновление Android, я расскажу вам про вес смартфона, который в принципе довольно немаленький. Почти 200 грамм. 196,4 если быть толще. Толщина смартфона у нас составляет... Так, крышка недозакрылась. В самом толстом, я бы так сказал, месте в районе 9,6. Ну и по бокам крышка немножко имеет скошенные такие вот поребрики. То есть кажется, что он немножко тоньше. То есть 9,4, то есть на несколько миллиметров меньше. Так, ширина у нас смартфона 78. И длина 154 миллиметра. В смартфоне установлен Android версии 5.1 и в принципе вот такой вот, я бы назвал даже стандартный лаунчер, только с измененными такими вот темой, то есть под золото сделали. И в принципе излишнего поган кейборд, поган кейборд я ее называю, гоу клавиатура. То есть ну как во всех в принципе хоум томах, то есть у них как бы софт стандартный. Итак, что у нас тут шторочка? Ничего интересного. Перейдем в настройки. Настройки кастомизированы точно так же, как в HT7. Так, Wi-Fi передача данных. Экран, что у нас экран? Мира Вижн, адаптивная регулировка, заставка часы. Память. Что касается памяти, то доступно нам 11 гигабайт из 16. А что касается приложений и оперативной памяти, то из 2 гигабайт в среднем сейчас, наверное, где-то в районе 1.4, да, как я и сказал, в районе 1.4 будет свободна оперативная память. Батарея тут 3.0, но мы ее проверим в следующем видео. Magic Tomb. А, это точно так же, как в HT7. Это при нажатии на экран у нас будут такие звездочки, такие вот свердечки. Короче, откровенно, не знаю зачем, но сделали. Для красоты. Местоположение, приложение, батарея. Батарея вот. Так, режим энергосбережения выключен. Так, из фишек. Систем, автоматический ответ в машине. Так, при hands-free, ну, в общем, не очень нужны вешки. Hands, так, скриншот мы можем сделать тремя пальцами. Да, здесь, кстати, поддержка не двух касаний, а пяти уже. SmartVake, это умный подъем у нас. Так, включим. И проверим. Двойной тап. Так, а почему двойной тап? Я, наверное, его не включил. SmartVake. Нет, вы знаете, не вижу. Тут вместо двойного тапа надо Move Up сделать. Move Up, Move Down. Ага. Ну, двойной тап почему-то и не поддерживается, получается. Так, о телефоне. Сейчас у него установлена версия 5.1. Прошивка у нас от 0.3.0.3. Что ж, проверим возможность обновления, то есть по воздуху. И как мы видим, в принципе, от 27.04 прошивочка у нас есть. Я пока обновляться не буду. 88 МБ. Проверим наличие и возможность OTG интерфейса, то есть возможность подключения внешней флешки, клавиатуры, мышки. Так, для этого мы переходим. Так, где же она? Распечер файлов. И, к сожалению, друзья, нет. OTG не поддерживается. Флешка не загорается. Но зато у нас есть светодиод, который вот моргает. Что касается камеры, то вот так вот визуально она стала получше, чем в HT7 без приставки Pro. То есть быстрее у нее фокус. И давайте посмотрим на сам снимок. Ну, на экране смартфона, может быть, выглядит, конечно, лучше, чем в жизни. Но, конечно, не фотоаппарат, но пойдет. Ну, и вы знаете, все-таки белая, экран не совсем белый, он такой немножко сероватый. То есть белый тут не очень хорошо воспроизводит. Но мы посмотрим пока, как он у нас сможет воспроизводить медиафайлы. И конкретно, допустим, посмотрим сам экран. И углы его обзора. То есть, в принципе, вот вы видите белое. Ну, как сказать, белое, но я бы назвал его немножко сероватым. То есть углы его обзора, в принципе, у этого IPS-экрана довольно неплохие. Но и рамки тоже присутствуют, и они, в принципе, немаленькие. Но из-за того, что тут 5,5 дюймов, все-таки немножко это скрашивается и сглаживается визуально. Что касается звука, были нарекания на звук. Ну, давайте послушаем. Да, смартфон, вы знаете, негромкий. То есть это максимум. На столе, наверное, вы его услышите, а вот в сумке, не знаю, может быть. Но вряд ли. То есть звука, громкости, в принципе, можно добавить. В инженерном меню, ну, она может хрипеть. Вот в чем дело. Ну, посмотрим 4К проиграть. 4К я уже хотел проиграть. Так, укрепляем. Ну, в принципе, дисплей достаточно качественно передает картинку. То есть особых таких придирок я к нему не сперю, не придерюсь. А вот звука хотелось бы побольше. Динамик, как я и говорил, один. Один из них просто фейковый. То есть вот в этом есть. В этом есть звук, в этом нет. То есть стерео здесь нет. Динамик моно. И хотелось бы его погромче. Что ж, в принципе, смартфон имеет полностью право на существование. Тем более за его цену. 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт. Встроенной памяти, с бюджетник. В принципе, с неплохим внешним видом. То есть, особо придраться я к нему не могу. Нормальная крышка. Только, единственное, очень маркая, друзья. Очень. Пальцы собирает как стекло. Вернее, пленка. Так, к сожалению, задняя крышка. По-моему, в седьмой версии без Pro была ситуация с этим получше. Ну, а так, внешний вид, в принципе, ничего. Друзья, давайте посмотрим следующее видео, которое будет уже тестирование. Посмотрим на его батарею. Действительно, или 3000 мА, или нас опять обманули. Посмотрим, сколько он нас выдаст план Ту-ту. И вообще, в целом, проживет. Так что, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Для меня это важно. Задавайте свои вопросы, что бы вы хотели протестировать. Какие там игры на нем погонять. Ну, и в целом, свои вопросы по этому смартфону. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok